Здравствуйте! В эфире программа «Медицина 21 века». Новости и полезная информация о здоровье и красоте. Новости и полезная информация о здоровье. Одинным оператором большинства пособий, в том числе больничных, стал Социальный фонд России. Это новое ведомство появилось в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда соцстраха. С этого года увеличились минимальные и максимальные суммы по больничному листу. Так, в этом году максимальная сумма выплаты по больничному листу без учета вычета НДФЛ составит 2736,99 рубля в сутки. Раньше эта сумма была 2572,06 рубля, а минимальная выплата по больничному составит 533,98 рубля в день. Отметим, что с прошлого года больничный лист оформляется в электронном виде. Выплаты происходят в беззаявительном режиме, то есть больничный не надо никуда сдавать, сообщать его номер и писать заявление на выплату тоже не надо. В 2023 году в России планируется запустить новый масштабный федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», подразумевающий модернизацию подходов к лечению этого заболевания. Программа нацелена на просвещение пациентов, организацию школ диабета, а также на обеспечение необходимыми медизделиями и лекарствами. Сегодня Россия занимает пятое место в мире по числу пациентов с сахарным диабетом первого и второго типа в возрасте от 20 до 79 лет. И за последние 10 лет в два раза выросла смертность больных и снизилась их средняя продолжительность жизни с диабетом первого типа на 4 года, второго типа на год. Новый проект должен помочь изменить ситуацию в лучшую сторону. Соль важна для работы организма, но ее избыток наносит вред. По статистике мы в среднем употребляем от 10 до 18 граммов соли в день, причем 80% даже не замечаем, так как получаем с продуктами. Однако для здоровья безопасное количество соли – это до 5 граммов в сутки, то есть одна чайная ложка без горки. Передозировка соли вызывает повышение артериального давления, отеки, приводит к проблемам с сердцем, сосудами, почками и суставами. В Роспотребнадзоре рассказали, чем заменить соль без потери вкусовых качеств блюд. Морская капуста, ламинария, если добавить в салат, даст необходимый солоноватый привкус и лучше в сухом виде. Уксус и лимонный сок, приправим салат, суп или горячее и не до сола никто не заметит. Особенно удачно цитрусовый вкус сочетается с рыбой и, кстати, в салат можно использовать не только лимон, но и апельсиновую заправку. Особенно вкусно, если добавить оливковое масло и немного соевого соуса. Зелень и пряности. Добавляйте в блюда любимые ваши приправы, они сделают вкус пищи более ярким и богатым, снижая потребность вкусовых рецепторов в соли. К тому же многие специи считаются природными антидепрессантами и улучшают настроение. Наступает один из самых, пожалуй, холодных зимних периодов. Январские и крещенские морозы, а в Приморье еще и так называемые китайские в феврале. Поэтому более ответственно берегите себя и не только от простудных заболеваний. Урологи напоминают, что болезни мочеполовой системы в холода тоже могут развиваться или обостряться. Из-за переохлаждения, недостатка витаминов, ослабления иммунитета. А правда или нет, что распространенный у женщин цистит можно вылечить и без антибиотиков? Верно ли утверждение, что аденома простаты с возрастом будет у всех мужчин? Зачем мужчинам проводить трузи-исследования и сдавать кровь на ПСА? И что лечит андролог? Ответы на эти и другие интересные вопросы в нашем интервью. Ольга Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Рады встретиться с вами в вашем уютном кабинете. Называется Андрокабинет Ольги Майнцер. Да, верно. Сразу хочу представить вас нашим телезрителям. Вы врач-уролог, андролог, УЗИ-диагност, стаж работы 20 лет. Все правильно? Все правильно. Насколько я знаю, уролог занимается вопросами здоровья и мужчин, и женщин. А вот андролог – это только для мужчин. Про мужское сексуальное здоровье, про мужское репродуктивное здоровье. И также вы помогаете парам, тем, кто хочет стать родителями и в решении проблем мужского бесплодия. Все верно. Ну, давайте об этом сегодня и поговорим. Итак, какую помощь могут получить люди здесь? Такие заболевания, как воспалительного характера у мужчин, у женщин, пилонефрит, цистит, наиболее часто встречаемая мочекаменная болезнь. У всех на слуху такое заболевание, как простатит. Ну, углубляться пока не буду, расскажу о нем чуть попозже. Вторая задача – помощь в репродуктивной функции, именно мужчинам. Потому что данная проблема, она с каждым годом боли только усугубляется. В данном направлении не может работать только один акушер-гинеколог. И, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что мужчина не доходит до андролога, пытаясь использовать какие-то собственные методы, может быть, для улучшения, как они говорят, и функционально-сексуальной активности иногда, и используя какие-то БАДы, опять-таки не приводящие к желаемому результату. То есть здесь необходимо, прежде всего, установить причину, почему не получается зачать ребенка. И без уролога невозможно, скажем так, получить опять-таки желаемый результат. Ну, о мужском бесплодии и видах диагностики и помощи, которые здесь можно получить, мы немножечко позже еще поговорим. А сейчас вот все-таки бы хотелось вернуться и к мужчинам, и к женщинам, которые могут что? Прийти с заболеваниями мочеполовой системы почек. Именно так, то есть если говорить о профиле женском, часто встречающиеся заболевания, которые характеризуют как тебя островоспалительный процесс со стороны мочевого пузыря. Опять-таки часто связано с похолоданием, да, то есть опять-таки микробиологические особенности мы не исключаем. Процестит сейчас? Процестит мы сейчас говорим, потому что это, как правило, неприятные ощущения, частые позывы на мочеиспускание, это рези, это жжение. Ольга Афанасьевна, а вот к таким воспалительным процессам могут же привести простудные заболевания? Конечно, спускаются вниз, да? Конечно, мы говорим, вот очень часто слышу даже на приемах, вы знаете, доктор, я переохладилась, ну, и у меня возникли вот данные жалобы. Мы говорим, это триггерный, это пусковой механизм, но, как правило, все же мы говорим о перенасыщении микрофлоры, как бактериального, так и вирусной природы. А смотрите, если у человека периодически возникает цистит, он уже знает свой организм, да, когда что, и он знает, что это антибактериальная терапия, идет в аптеку и покупает себе любимый антибиотик. Да. Про антибиотики эта тема давно избитая, давно у всех на слуху, и неоднократно любой специалист говорит, никоим образом не используйте самостоятельно прием антибиотика. Но он ей помогал, да. И такое бывает, женщина приходит, говорит, я вот постоянно принимала этот препарат, он мне помогал в какой-то момент, но опять-таки, а вот сейчас не помог, то есть не получила она должного результата. И мы должны четко понимать, мы очень часто обходимся даже без приема антибиотиков, принимая банальные ура антисептики. То есть и в данном случае, я всегда женщинам говорю, если у вас начались проявления, вы не прибегайте к приему антибиотиков, используются хотя бы народные средства, начните с них. Вроде бы все просто, но оно безобидно и может быть эффективным. То есть когда вы подтвердили в общем анализе мочи, когда вы подтвердили, взяли бак посев мочу на стерильность, истинную микробиологическую флору, агрессивную, и уже с учетом чувствительности к антибиотиковым препаратам, тогда назначать. Но бывают такие ситуации, когда нет времени ожидать, да, то есть она действительно приходит с болью, резью, наличие крови, температура, тогда, естественно, подключается антибиотик широкого спектра действия, потому что нужно помочь здесь и сейчас, и быстро, потому что процесс запускается очень мгновенно. Сегодня вот не было температуры, а завтра она может быть уже с острой болью со стороны почек. Чтобы поставить точный диагноз, нужны исследования, самые разные лабораторные, ну и в том числе УЗИ. Я так понимаю, что здесь можно пройти УЗИ, вы делаете? Конечно, ультразвуковая диагностика, она всегда являлась золотым стандартом для начального исследования. И когда пациент приходит, урология – это та дисциплина, которая иногда требует быстрого, скажем так, понимания, что с пациентом там сделать здесь и сейчас. Либо оставить его в амбулаторное лечение, да, то есть понимая, что не возникнет никаких осложнений, либо его необходимо срочно госпитализировать. Если мы говорим о той же мочекаменной болезни, конкременты бывают разные. Конкременты, да, камешки, ну в народе как любимое название, да, они могут вызывать блок, то есть когда мы можем получить такое осложнение, как гидронефроз, когда нет времени ожидать, нет времени на то, чтобы лечить пациента здесь и сейчас. Особенно это касается мужчин. Ввиду своей анатомо-физиологической особенности, конкремент может очень неудачно встать там, где он самостоятельно просто не покинет, не пройдет, да, как мы говорим. И все, то есть вот здесь УЗИ нам в помощь. УЗИ быстро, качественно увидели, как говорится, сделали фото, сделали описание, то есть дали направление. Вы все это делаете? Все это можно сделать. Опухолевые процессы в мочеполовой системе ультразвуковое исследование позволяют увидеть? Ведь это очень важно, насколько я понимаю, многие патологии могут быть симптомно. Он позволяет, скажем, заподозрить начинающийся процесс, но порой, когда он уже запущен, даже и визуализировать это. Такие методы доплерографии, то есть в режиме ЦДК, ну естественно, глаз, опыт доктора, когда мы говорим, что необходимо уже дообследовать, потому что онкологию мы никоим образом не должны писать в заключении, да, мы можем только заподозрить и уже направить на более высокотехнологичные методы исследования, да, МСКТ, там все, что требуется дальше. Но тем не менее, на каких-то ранних этапах УЗИ, ТРУЗИ позволяет это увидеть? Позволяет, особенно ТРУЗИ, это тоже сейчас очень расшифровано. Расшифруем нашим зрителям. Трансуректальное ультразвуковое исследование. Процедура эта проводится очень щадяще, деликатно. Сейчас датчики настолько приспособлены, ничего болезненного абсолютно нет. Никаких повреждений не будет, потому что мужчины иногда задают вопрос. А такое исследование, оно показательно для диагностики каких патологий? Онкологическая настороженность. Диффузные изменения характерны для начинающегося онкопроцесса. То есть на самом деле вот в этом плане, ТРУЗИ, это идеальный метод. Расскажите, кто такой андролог, какие заболевания он лечит? Знаю, что практически редкий специалист, вот немного андрологов в городе, хотя востребованность, по-моему, широкая. Андрология – это вообще такая узконаправленная дисциплина, которая четко, конкретно занимается мужчиной, анатомией, физиологией мужского организма, которая занимается вопросами половой дисфункции, различных эректильных нарушений, гормональные нарушения, вопросы репродуктивной поломки какой-то, да, то есть все в одну вот систему входит, занимается вопросами мужского бесплодия. Андролог – это такая многоликая специальность, которая объединяет в себе знания урологии, объединяет знания эндокринологии. И порой нам часто нужно работать сообща в одном тандеме – это уролог-андролог, эндокринолог, потому что очень часто появляются пациенты, имеющие смешанный характер, там и ожирение присутствует, всем известны такое понятие, как метаболический синдром, у всех на слуху сейчас инсулинорезистентность, да, и неизвестно, что тут первично, что же с ним делать вначале, да, как андрологу подкорректировать гормональный профиль, либо начинать с эндокринолога. А порой, еще раз говорю, я веду пациента одномоментно, свой профиль прообследовали, рекомендации базовые дали, и тут же направляется к эндокринологу для решения вопроса непосредственно избыточного веса. А здесь очень взаимодействующая единая система. Вот когда мы насыщаем препараты андрологического профиля, даже гормональную заместительную терапию, мы получаем эффект быстрее постижения веса и у эндокринолога. А правда или нет, я слышала от специалистов, от эндокринологов, что мужчина только заходит в двери по объему талии, врач уже может его просканировать и быстренько понять, с чем он мог прийти. Когда мы говорим, сейчас очень популярна онлайн-консультация. Может быть, я несколько буду сейчас не совсем правильным доктором, не совсем современным, но я всегда говорю, мужчину надо увидеть, пощупать, померить. Он заходит, и мы уже видим этот диагноз нарисован, то есть его походка, кожные покровы, то есть опять-таки объем талии. Ориентировочные размеры талии выдаются у мужчины не более 90 см. Если выше определенные среднестатистические границы, они говорят, что выше 90 см – это уже предпосылки к метаболизму, снижению его и превышению массы тела. Но есть у него лишний вес. И что здесь доктор может увидеть, какие возможные заболевания? Возможные заболевания, опять-таки, связаны с андрогенодефицитом, то есть это нарушение половой функции, эректильной дисфункции. Опять-таки, это застойные явления. Всегда говорю, крупный мужчина – это уже предполагает застойные явления в органах малого таза, предстательной железы. То есть вот они, пожалуйста, это опять-таки изменения со стороны варикозно-расширенной вены. И мужчин, и женщин бывает. Проблема – это проблема практологическая, может быть. Геморроидальные узлы – это также излишний вес. Излишний вес, а собственно, все это единая цепочка идет одна за другой. Только у кого-то проявляется одним заболеванием, у кого-то другим. Вот я все смотрю, что это у вас на столе такое необычное лежит? Я никогда не видела. Покажите, пожалуйста, нашим зрителям. Что это? Орхидометр. Орхидометр? Да, то есть это непосредственно, как иногда говорят, четкие, как угодно. Объемы яичек. Вот при осмотре, начиная от маленьких мальчиков, то есть уролог ощупывает наличие яичек в мошонке. То есть это определенные объемы, размеры, которые мы плюс-минус. Размер позволяет определить, диагностировать какие-нибудь... Ну, опять-таки, тот же гипогонадизм. Орхидометр – это, во-первых, удобно. Даже элементарно. Вот у меня сын. Я всегда говорю, ты должен быть подкован грамотным мальчиком. И понимать, да, что... Что это у мамы такое. И, естественно, он уже определенно сам говорит, вот у меня, допустим, вот такие, да, вот яички. Это на самом деле, ну, очень хорошо. Это нормально, что мальчик подросток может ориентироваться. К вам пациенты какого возраста мужского пола могут обращаться? От 18 лет. Пожалуйста, все могут обращаться. Про простатит. Я слышала мнение, что в России диагноз простатит как-то сильно преувеличен, что ли. Потому что его ставят большинство мужчин, которые попадают на прием к урологу. А между тем, это заболевание встречается не так часто, гораздо реже, чем аденома. Вот ваше мнение. Вообще, что такое простатит, да? Простатит – это общее такое название, которое нам говорит о воспалении в предстательной железе и клинических проявлениях данного заболевания. Его на самом деле можно встретить в любой возрастной группе мужской. От молодого мальчика, да, заканчивая средний возраст. Противоречие состоит в чем, что, скажем так, очень часто у нас выставляет диагноз хронический простатит. А там не всегда связаны процессы именно с предстательной железой. Процессы могут развиваться и в нижних этажах. Это уретры, это мочевой пузырь. А по анатомическому строению простатический отдел уретры, он располагается как раз-таки рядышком. То есть качество мочеиспускания может нарушаться. Очень симптоматика похожа бывает. Вот по клиническим, то, что предъявляет жалобы по целям, боли, резь, дискомфорт, да. Это может быть как при уретрытии. Воспаление со стороны именно уретры, там, где очаг инфекции. Это может быть и опять-таки при том же простатите. Почему тогда так любят врачи этот диагноз? Емкость обозначения, и как мы говорим, не ошибешься, попадешь в точку. Давайте вот будем откровенны говорить, не ошибешься, попадешь в точку. А еще я говорю, предстательная железа, как талакмусовая бумажка, она все равно натягивает в себя, на себя, вот непосредственно патогенную микрофлору. Часто что и происходит там, вот этот фактор воспаления. Хотели бы вы что-то донести до населения в плане простатита? Что бы я хотела? Отодвигать это заболевание, на самом деле, на задний план, и так к нему относиться несерьезно. Говорят, да его всем ставят, простатит. Я бы не стала. Многие пациенты занимаются самолечением. Прием антибиотиков, ну это доступно, да, пошел купил. Опять-таки, если мы не знали, какая это микрофлора, да, насколько подействовал этот препарат. Опять-таки, есть такое понятие, в стадию ремиссии мы назначаем терапию на отдаленную профилактику. Это и физиопроцедура. У нас считается так, попринимал антибиотик, явления дискомфорта купировались, все, я здоров. И вот как раз-таки, вот с этого состояния недолеченности возникает хронический биотекущий простатит. Воспаление, как бы оно протекает там, сохраняется. Процессы не закончены, как мы говорим, воспалительного характера. А это как раз-таки один из предшественников изменения, которые происходят уже в более старшем возрасте. Правда или нет, что аденома с возрастом будет у всех мужчин? Вообще, расскажите про это состояние. Есть ли в нем какая-то опасность? И что тогда делать, чтобы не допустить каких-то грозных вещей? Ну, аденома или ее правильно сейчас называют диффузная гиперплазия предстательной железы. Это действительно гиперпластический процесс, характеризующийся изменением пароуретеральных желез в простатическом отделе уретры. Проще сказать, что железа увеличивается в размерах, в объеме. И непосредственно здесь, конечно же, будут жалобы возникать. Особенно у мужчин такого характера, как поначалу, может быть, вялая струя, легкое чувство недопорожнения мочевого пузыря. Потому что, если говорить о диффузной гиперплазии, там идет определенная стадийность. Это когда еще компенсированная, да, то есть субкомпенсированная, декомпенсированная, то есть связанная непосредственно с процессами разрастания желез. Это физиологический процесс, он нормальный? Это как раз-таки связано с периодом андропаузы. Есть такое понятие мужской климакс. И на самом деле он имеет место быть. Идет гормональная перестройка. Снижается выработка гормонов. Снижается выработка гормонов. Основного, конечно, это тестостерон, да, то есть, ну, и ряд других изменений, которые способствуют разрастанию ткани. Ну, и опять-таки, фактически уже доказано, что к 80 годам 80% мужчин страдают данной патологией. Чего опасаемся? Как мы говорим, процесс доброкачественный, то есть, ну, там идет трансформация клеток. И на каком этапе что-то пойдет не так, мы не можем давать гарантию, что это не будет на каком-то этапе злокачествления. Что мужчине делать, чтобы контролировать этот процесс? Вот в данном случае мужчина начинает проходить ежегодное обследование от 40 лет. И туда входят такие маркеры, как ПСА общие, ПСА свободные. Это кровь. В обязательном. Это кровь, да. Это трансректальное ультразвуковое исследование, опять-таки, дабы не пропустить уже какой-то запущенный процесс, да. Ну, и, соответственно, определенные биохимические исследования, опять-таки, это кровь. Пальцевое ректальное исследование, оно также входит в обязательный осмотр простаты у мужчин от 40 лет. Ежегодно? Ежегодно. Про эректильную или половую дисфункцию. На ваш взгляд, какие причины приводят в первую очередь, вот главным образом, к такой ситуации? Потому что я слышала мнение, что чаще это все-таки психологические факторы. А вы знаете, как я говорю, нет такого одного фактора, да. Наслаивается один фактор на другой фактор. Это, как всем известно, неправильный образ жизни. Гиподинамия населения, когда мужчина, например, ну, офисный работник, да, малоподвижный образ жизни. Опять-таки, это чрезмерное потребление алкоголя, это курение. Никто не отменял эти вредные факторы. Я, что хочу отметить, когда я только начинала свою работу, прям вот действительно было как-то нет, прям табу, что ли, чтобы мужчина приходил, обследовался. Обсуждать вообще этот вопрос. Обсуждать этот вопрос, да. На сегодняшний день я вам хочу сказать, очень довольно-таки, либо это превентивно все-таки нам это прививают уже, информации стало гораздо больше, рекламы стало гораздо больше по мужским препаратам, что волей-неволей мужчина стал прислушиваться к этому. И целенаправленно искать уролога, как того специалиста, для того, чтобы наблюдаться. И решить. Да, и решить этот вопрос. Я немножко хотела бы сделать акцент о таком исследовании, как стероидный профиль слюны. То есть, когда мужчина сдает мне кровь утреннюю, венозную, а именно наши гормоны смотрят по слюне. То есть, очень простой, ну в каком случае, для пациента простой метод, да. То есть, но сам механизм трудоемкий, конечно, для лаборатории, но он максимально точно подводит нас к тому пониманию, какие требуются корректировки по гормональному профилю. И тестостерон, и кортизол, и прогестерон. А прогестерон это вообще не эростероидный гормон, как мы говорим. Малоизученный, но в то же время он играет большую роль, как для мужчины, так и для женщины. И вот на сегодняшний день, вот стероидный профиль слюны, он максимально является показательным, информативным для лечения вот этих всех половых дисфункций. Но им помочь можно? Не только можно, нужно. И я всегда приветствую, всегда радуюсь, говорю, мужчина, если вы уже дошли до меня, то однозначно вы не останетесь без профессиональной поддержки. Профилактируемая, ранее превентивная профилактика, медикаментозная, это общие противовоспалительные мероприятия. Но все-таки здесь важен правильный подбор и корректировка лечения. Это же не навсегда, что мы назначили один препарат, да, и он будет постоянно его использовать. А к психологам, к психотерапевтам? На мой взгляд, с чего надо начать, это все-таки с андролога, который скорректирует ваш гормон, исключает все проблемы органического плана. Психолог, это уже в подмогу. Я не против психологов, потому что они при общении, да, мужчина не всегда может выговориться. Пожалуйста, ходите с психологами, занимайтесь. Вы успешно занимаетесь лечением мужского бесплодия, и я знаю, что помогли стать родителями, ну, ни одной семейной паре. Когда это урологическая проблема? Урологическая, андрологическая проблема, когда мы выявили воспалительные процессы, связь не только, это предстательная железа, про которую мы говорили, мошонка, да, то есть проблемы в яичках. Эта проблема связана, опять-таки, с гормональными нарушениями, когда он пообследовался, мы видим, что здесь требуется корректировка именно гормонозаместительной терапии. То есть здесь мы четко понимаем, это наш пациент, мы его ведем. Но когда все резервы иссякли, и на терапии мы все-таки не увидели должного результата, а есть же еще и иммунологическое бесплодие, да, как мы говорим, и диапатическое бесплодие, вроде бы как и в паре все нормально, они пролечены, но не получают желаемую беременность. Все. Результаты как минимум трех спермограмм, указывающие на самостоятельное зачатие ребенка. И мы уже говорим о том, что есть шансы на самостоятельное оплодотворение яйцеклетки, либо же все-таки отправлять к специалистам-репродуктологам. Здесь важно не передерживать пациента, может быть, я неправильно такую фразу говорю, не передерживать, да, вовремя сориентировать и отправить к репродуктологам. Потому что ряд пациентов, которые у меня проходили, задаешь вопрос, сколько времени вы находитесь на терапии? Три, четыре, а иногда слышишь и пять лет. Ну, тут уже даже логике даже не поддается. Шесть-восемь месяцев подготовка, лечение, и уже более-менее ясно, да. Хотите что-то пожелать нашим зрителям? Ну, когда вот, например, встречаемся с товарищами, с друзьями, да, в день рождения, все, как правило, желают крепкого здоровья. Это безоговорочно, без него никуда. Ну, я бы хотела пожелать внутреннего спокойствия, душевного равновесия, комфорта. И владейте своими мыслями, действиями, и тогда все будет хорошо, и все будет получаться. Спасибо, доктор. В медицине пациентам нередко приходится слышать фразу «анализ на цитологию» или «гистологию». И чаще, когда речь идет об уточнении диагноза при подозрении на онкопатологию. При этом многим людям совершенно непонятно, чем одно исследование отличается от другого, и какую информацию такой анализ даст врачу. Доступно расскажем, в чем отличие. Цитологическое исследование изучает клетки. Этот анализ позволяет выявить диспластические и злокачественные трансформации отдельных клеток и поставить предварительный диагноз. Для окончательной диагностики потребуется гистологическое исследование. Гистология изучает уже не отдельные клетки, а фрагмент ткани. И в настоящее время это единственный метод окончательной верификации, то есть подтверждения онкологического диагноза. Гистология предполагает взятие небольшого участка ткани от органа или опухоли и изучение строения этой ткани под микроскопом. На анимации мы видим проведение биопсии печени, то есть выполнение прокола, и взятие кусочков на гистологию, показанный процесс создания срезов. Микроскопу нужно обеспечить достаточную тонкость ткани, чтобы результаты увиденного можно было верно интерпретировать. Итак, анализ на цитологию – это исследование клеток. Анализ на гистологию – это исследование тканей. До свидания! Будьте здоровыми и счастливыми! Это была программа «Медицина XXI века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова